Это главный итог. Его можно было закрепить еще населенными пунктами Татар, Барановка, Кузнецовка и так далее. И округлить. Мы это мечтаем на следующем. И округлить. Вот один комплекс тысячи, вот другой комплекс тысячи, вот первый, третий комплекс тысячи. Это мы сделаем к следующему, Алла Бешта. Вот здесь крупным показано, вот на три разделяется, чтобы армия, которая сзади идет, сейчас набирается на этих, ну, вы встретите, да? Вот они на три делятся, на три потока. И идут, наступая на пятки друг друга. Ну, это место мы вот тут, ну, вот, Хановки считаете, вот Хановки, видите? Они опять-таки на пути вот этих дорог. То есть места расположения уже Ханов на какое-то время. Они ведь каждый день тоже не могут там находиться. Они оставляли беком Кушев, это, Куш, это сотня. Армия делилась на десяти тысячи, потом на Тюмени на тысячи, а потом на сотни, это Куш назывался, и на десятки. У каждого был командир. И каждый имел туг, это флаг, военный флаг, и байра, ну, это два вида, один из которых являлся, вот, раньше в армии, как сигналили, флажками. Армия управлялась с помощью, вся армия управлялась одним, одним тугом. То есть хан сидел на самом видном месте, у него был знаменосец, и он еле заметными движениями давал знак, что делать со знаменем. На это знамя смотрели беклербеки крыльев, трех крыльев. И каждый ощущал, что ему дано в это время двигаться вперед, отступить, окружить или что-то. Были знаки, но мы на пути разгадки, ну, очень мало сохранилось, но мы найдем все-таки основные знаки, какие подавались. И вот, глядя на это, армия, то одно крыло вперед шло. Помните, до главного орла с этими? Это и есть его. И посмотрите его, вот тут будет рисунок в военной форме, и его оперение. Киль. Что такое киль? Какую сторону? Главное решает. Летит, летит сила. А ну, этим надо умело управлять. Поэтому орда средней руки, это киль, большой киль, между прочим, в древних рисунках. И тоже, как бы, военной образа. Вот это нам удалось откопать. Ну, при большом увеличении, конечно, трудно различить, что это эти палатки. Это вот стоянка армии. Это вот называется агил. Это та часть, которая обеспечивает армию, идя впереди, а потом, на какое-то время остановившись, организовывая все службы этой армии, чтобы армия жилось хорошо, только занималась военным искусством. И вот этот Аль-Жанис пишет халифу отчет и говорит, ну, я кратко все-таки остановлюсь. Там я более-менее подробно это описываю, описывая им, сыном. Пишет официальный отчет халифу, ворот нельзя. Ну, араб, тем более. Тюркир был отличным воином. Они, говорит, смерти абсолютно не боятся. Но просто так жертвы не собираются стать. Но битва в бою, пасть в бою считалась геройством, и на том свете все проблемы решены. И знали, что их семьи не будут сиротами. Был закон, что женщина, оставшаяся весь мужа, а многие из них были неженатыми, потому что забирали молодости. 20 лет они отдавали в жизни. Ну, только старшее поколение, которое отпускалось на какое-то время в отпуск, мог иметь своих детей где-то там, да, жена. И если он погиб, его дети автоматически, и жена, отдавались замуж одному из родственников. Ну, пусть не обидно будет с женщинами, но тем не менее, вот, сиротства не было. Это все было нормально. Правильно. Ну, потом арабы это докторами. И вот, они говорят, если, говорит, у них, говорит, какое-то чутье, они чувствуют у врага мягкое место, куда можно стрелять. Вот, тюрк-татар, говорит, стреляет одинаково метко и на скопу, и лежа, и сидя, и под, из-под этого друга, хоть откуда, да, одинаково метко и по летящим, и по шевелящимся, и по неподвижным, и по другим целям. При этом, он одинаково стреляет и назад. Вот, если тюрк чувствует, а, нет, если тюрки, говорит, тысячи тюрков встали и пустили стрелы, это гарантия, что там тысячи человек упадет, потому что они, говорит, каким-то внутренним щетем, говорит, чувствуют, какое мягкое место у врага. А я еще не встречал ни одного человека, который бы мог похвалиться, что он ушел от аркана тюрка, чтобы его или лошадь, или сам ушли от аркана. Грунгельская битва всем известна, да, сейчас или жаль, или всего говорят, да, за это поляки поставили, ну, в то время литовское, польское государство было, да, Вот они поставили первую, первую, наконец-то, тарский воин, да, в Гданьске, это недалеко от Ижальгерса, сам президент туда приезжал. Там, значит, Марков, я имя забыл, книга такая есть, редкостная она теперь книга, там он рассказывает, как хан Багардин, отсюда Баграти, он пошел, хан Багардин, а мы сказали, что ханы это чингизиды, А они выбирали из среды Белой Орды великого хана. Вот хан Багардину, великий хан, велел идти туда со своей тыщей помогать литовцам противостоять Тептонскому ордену. И, ну, там, красочно описывается эта битва, значит, и вот, говорит, выставлены уже пики, ну, специально такие дротики ставили, чтобы распороть живот этого коня. Коня-рыцари в железных латах, в железных облачениях и лошади в первом ряду стоят, в втором ряду стоят, а сзади более легковооруженные, готовые рвануть, и, ну, тоже, конечно, Там сигнал, и татары, говорит, с правого фланга, ну, есть такая поговорка, я уже говорил, толковый словар татарского языка, точите, ун-урар, правое крыло пришло в движение, это было коронный ход. Правое крыло, при котором и ханская, это, гвардия, вот та была она, двинулись, говорит, в обыкновенных каленах из кожи буйвола одеяни. Тут, там, тонкое сито, и, ну, буйволовая кожа, щиты многие делали, он не пропускает, ну, плохо пропускает, это. Игорь, они двинулись, Игорь, тут стоят, судачат немцы, смеются, вот от этого, куда лезут, сейчас, во-первых, сложились, спрыгнут на наши руки, и мы их тут порубаем, тем более, они почти не одеты. Игорь, они, говорит, очень близко подошли на расстояние аркана, и в это время, говорит, смотрим, как ветром сдуло этот ряд рыцарей. А татары, говорит, вот так идут, вот так пришли шеренги, и, говорит, поворачиваются эти шеренги и уходят обратно. И все эти рыцари валяются у ног своих лошадей, которых уже и поднять-то невозможно, многие из них уже искалечились, потому что у них уже, они одевались очень, вот так, как тигр, помните, у них танки-тигр, очень, потому что татарские длинные руки, длинные эти самые, аверна, это большие луки, большие руки. Они расстреливали по несколько человек насквозь, это очень мощно было. Всю жизнь они только этим занимались, представьте себе, да, какие были мужчины, нам, конечно, далеко до них. И вот этот магистр, который командовал, растерялся это, увидев, и уже перед ним стоит хан Багардин. Хан Багардин выбрал его, на поединок вышел с головным врагом. И, говорит, он вышел. Два удара, и... Магистры нету. Магистры нету. И, таким образом, после них ринулась легкая кавалерия татар, татар пешком вообще не ходили, легкая кавалерия татар, и ту, что позади стояли, порубали их буквально за несколько минут. И вот я, одежащий здесь вот это описывает, ну, один к одному, там приводит пример, говорит, ну, говорит, там, наши, говорит, лошадь ушел и понесся, и никто не может поймать. Он, говорит, все больше и больше бесится эта лошадь, и никто не может. И, говорит, в нашем расположении оказался, ну, союзник, они обратились, а, когда обратились к тюркам, айдайте нам помощники, у нас силы это не очень, мы вам заплатим. Тебе сказали, мы не наемники, но вы за что бойтесь? Тебе сказали, мы единобожие, за единобожие, вот тут некоторые, чуть ли не многобожие в вера не вводят. Тюрки удивились, а мы давно в единобожие, я вам прочитал же, да? Мы давно в единобожие, ну, как же вам не помогать, если вы за единобожие? И, говорит, пошли. И, говорит, вот, пока, говорит, наш солдат, вот, пускает одну стрелу, тюрк успевает 10 стрел. И, говорит, его лошадь, говорит, выполняет любую фигуру, какую нужна тюрку. И, говорит, он со своей лошадью, говорит, может спускаться в такие ущелья, куда я пешком не спущусь. И, говорит, поднимается на такие горы, куда я пешком не поднимусь. И пока, говорит, мы 10 километров проходим маршем, тюрк, связанный с нами только по военным вопросам, а не марш, это уже другой вопрос. За это время, они, говорит, 20 километров проходят, пока мы 10 проходим. Потому что они, говорит, ищут пропитание на все стущие жизни. И, говорит, стреляют налево-направо, что ползает, что летает, что что, и, говорит, они готовы на несколько дней, у них есть пропитание. И, говорит, какие чудачества он рассказывает. А, лошадь, говорит, выполняет любую команду. У них лошадь, говорит, может скакать вперед, сам особо разумеется. Эта лошадь может скакать и назад. Эта лошадь может скакать влево и вправо. Поэтому греки рисовали их как единые целые. Отсюда сказки пошли против болеев. Потому что, действительно, это было настолько эффектно. Лук летит, а лошадь лучше видит человека. Он в сторону его, он в сторону его. И, во многих случаях, тюрк. А, если, говорит, тюрки почувствовали, что крови много потеряют, враг что-то оказался сильнее, они, говорит, без зазрения совести, не считая это за отступление, просто считая, что это маневр, поворачивает назад и летят, что есть мощи. И, говорит, поворачивается назад, чук-чук. Пока, говорит, одну, они 10 штук. Пока тот брак, один, тоже 10. Считаю, уже за секунду он несколько человек там сбил. Он, говорит, промаха не знает. Это превращается, говорит, в настоящий я для противника. Если, говорит, тарин решил отступить, это, говорит, настоящий. Они, говорит, на глазах тают. Через некоторое время, они, говорит, почти без команды оборачиваются назад. И опять ауга. Поэтому у татар до сих пор сохранилась поговорка. Татары не знают, что только и назад. Они знают только ауга. Значит, поворачивает в эту сторону ауга, поворачивается обратно и говорят ауга. Вперед. Знаешь, это только манёвры. Римляне, Европа, естественно, были врагами. Я уже сказал, в Ватикане, вот обязательно записки о Московии, Герберштейна, обязательно прочитать. Это я почти требую. Необязательно весь труд. Ну, у него есть там приложение, где переписка Фигзмунда Герберштейна с императором всей Европы, папой римским. И он там пишет, папа римский. Всякая священная война, только одна. Война против чурков. Потому что будут брошенные человечества, сохраняются у них. Когда мы их превратим в другие народы, они уже заводят язык, и обычные, и всё остальное. И что можно жить так мирно? Никого не обманывая, никому не льстя, открыто. Потому что каждый чурка знал, что возле него есть эляк. Татары, наверное, знают, что такое эляк, да? Это ябедничество. Но в то время это имело другое значение. Эляк – это тот ангел, который доносит ежесекундное творение Всевышнему. И никуда ты не денешься, и тебя настигнет быстро его кара. Вот были палатки. Мы собирали их из многих источников. Почти они все однотипные, поэтому мы их много не стали. Ну, два-три типа таки показали. Ну, они, наверное, тоже совершенствовались какое-то время. Некое время, да? Вот они. Вот, они во многих случаях играли. Вот, это лагерь. А вот это Тукмак. Помните, как вам было говорили? Да, да, да. Когда выходили и дрались. Значит, там были порядки. Один на один. Один на двоих. Один на троих. И так далее. На коне. Без коня. И так далее. Ну, там мы только на пути восстановления вот этих тренировок. Правильно. Да, тренировок. Вот здесь они друг друга этим самым. Вот их лошади. А, лошади, говорит. Узнает своего хозяина. А, магний парижский пишет. У них, говорит, лошади какие-то дураки. Они, говорит, за своим хозяином, где бы ты ни была, находят своего хозяина. И все, говорит, следуют за ним. Какие-то, говорит, дурные. Как дурные. А, да, вот у него лошадь, у лошади сломалась нога. Лошади где-то в сторонке в это время находятся. Хозяин своим свистом свистит. Из этих тысяч лошадей этот лошадь узнает из этих тысяч воинов своего хозяина. И прилетает к нему. И он снова на коне. Вот если вы полностью прочтете Аль-Джаги за все труды, вы узнаете много тонкостей. Мы там, конечно, древелей, много чего, но не все. Но вы сами докопаете. Потому что, ну вот, лошади и верблюды были. Это они выращали в определенных случаях. Ну, опять это. А вот здесь написано хан. Это совет. Иван, слово татарское. В то время вот такого рода, обшитые этим самым тумбы, были именно только у них. И здесь заседали поседал совет Приханин. И назывался это диван. И отсюда слово диван пошло. Это даже в русском словаре, это было так сказано. Вот, они сидят в не военной форме в данный момент. Ну, отдыхают. Они ночью не войвали, да? А вот смотрите. Желтые это мои отметки, наши отметки. Вот, видите. Коллум. Считайте, да? Это коллама. Клэна. А сейчас мы коллум. Просчитаем. Ну, тут ведь, вот, Мос, ну, это середина книги, когда мы, как же, правильно? Мос, ко, вя. Вот коллум. Не коллум. Это место, где коллум. Двигаемся дальше. А здесь мы уже видим, что? Коллума. Да. Уже ближе к коллуме. Есть еще одна. Мы его не дам нашли, там два ма. Ну, в следующей книге это будет. Ну, мы многие карты пропустили, потому что, ну, во-первых, торопились, во-вторых, дорого, деньги же. Вот. А это, это главное оружие те, кто решил развалить и править миром с помощью тайных знаний. Вот, это часто повторяли. Египетские жрецы в одно время вознамерились править миром с помощью тайных знаний, и растворились в мире. Вот это сила. Кстати, Египет только с XVIII века называется Египет. Ого! А на самом деле издревле, во всех языках в то время известных, он называется Мисарм, Исарм, Масарм, Музарм и так далее. Каких только вам нету. Но все вокруг этого поедете, допустим, к литовским татарам, к польским татарам и так далее, спросите у них, у Чубаш, спросите, как у вас кладбище будет? Они скажут, Мазар, Мазар, Масар, и так далее. Мисарм, это просто грандиозное кладбище, где очень легко мумизируется тело, любое тело. И там эти мумии распределяются по бальзамированности. Одни бальзамированы, другие немножко бальзамированы, третьи вообще без бальзама. Это те, кто поближе к Средиземному морю были, за день или за два перенеси, еще ничего не успело, в землю его сунули, буквально через несколько дней в нем не остается ни капли воды. А вот те, кто отсюда, вы видите, кого везти отсюда, их надо было бальзамировать. Я в русских источниках нашел от самой пока один случай, что надо было тело царя бальзамировать, а потом обрывается. Бальзамировали этого или нет, вот сюда мы его ввели или нет, но мы все лучше его ведем. Найдем еще, может быть. Так, вот одна религия идет, это не итальянство. Назареи, вы слышали Назареи, да? Вот Коран ругает, говорит, Мусе отдал, там семи где-то аятах говорит, Я, говорит, Мусе отдал праведную книгу, вы, говорит, евреи и Назареи. Зачем, говорит, это, путаете, почему меняете слова местами, новые слова вставляете, вы же людей сбиваете с пути истины, я же не для этого Мусея это отдавал. Вы прекратите своими грязными руками мое творение, но придет время, вы ответите. Вот это нестальянство, это от Назарейства. И помните, повесть временных лет, на котором держится, только на этом держится русская история? Больше нет источника, который так бы полно описывал. Там есть куски, которые тоже видно, что они выдуманы, которые дополняют какие-то там детали. Например, Александр Невский победил шведов с помощью ангелов. Ну, все, конечно, верят. Ангели там победили, помогли ему. Ну, а там не про татарскую конницу не говорится. Да, вот когда с немцами воевали, да, татарская конница Якова была. А в другом случае, это просто случай, когда вода стала стеной. Вот это рассказывается. Она в трех местах встречается. Это вот битва Александра Невского на этом. Это тоже самое рассказ, библейский рассказ того, что вода стала стеной, то есть замерзла. Ну да. А это происходило не на Суенском канале, там, где Суэцкий канал. Это место, Суэцкий, называется, да? Не на Красном море, а на Севаши. Севаши, в некоторых годах, в некоторых годах, замерзает. Сейчас, конечно, реже замерзает. Вот там вода стала, как стена. Да, естественно, то и те, кто убегали, они не в железо-платах забили, а тот, кто за ними погнался, потом, когда опомнились, что их ограбили, погнался за ними. Я знаю, фарон, что такое. Фиргаун по-татарски. Потому что, вот в этом словаре, вы увидите десятки тысяч примеров, когда йод и краткий превращается на фа, которого в татарском языке самом нету. фиргаун, а вообще-то юргу, ну уж, если этого коснулись, когда-то наши камни, вернее, главным составом тюркского мира, вообще человечества, я уже сказал, что во всем мире был бог-тан-грек, и все верили в бога, так говорят. Вот, там, священники назывались камни. Да, до сих пор есть некоторые лечат. Камлани идет. Камлани, да. Между прочим, можете тоже в интернете стукнуть в будущие медицины за камланием, за шаманами. Это шаманство потом нам при шам-кам просто сменили букву, и всего лишь. А это очень легко делается. Превратили хам в это, в центральной Азии, камов стали называть хам. А потом к х впереди союзе поставить, что происходит? по-немецки если просчитать, шам. А, шам. Хам превратился в шам. Шам было. Оттуда сколько угодно можно выдумать всякие помощенки. Главное со стороны тюрков это получается жрецы, жрецы, да? Жрецы, да. Сейчас мы называем хазря, но это арабское слово. Мы говорим мы говорим сыра, вместе того, чтобы сказать мазар, потому что это арабское слово нам, когда нам дарили штаб революции каждому из народов дарил алфавиты, новые языки, литературные языки. Где они виталии, где литературные языки? Никто не знает, да? Нам подарили их и в школу ликбез. Срочно страна голодует, а ликбез ввели. Зачем? Чтобы быстренько разделить на узбеков, на киргизов, на казахов, на ашкир, на тарак, и так далее. А потом сказать всех вас угнетали товары. И это мы верим. Человек не помнит 70 лет назад, что было. Я вот специально в деревне проводил эксперимент. Никто не знает, что было. А ведь коротка. Те, кто это творил, это были жрецы. Это было часть камов. Они тоже чурки. Ну, все человечество тюрки. мы сейчас условно назовем это тюрки. Это просто были люди. Знаете, что у бурят, у якутов человек звучит хун. Вот вам гуннская империя, которая сюда пришла, завоевала и так далее. Еще этого не было. Хун это человек. И в Китае есть целая группа в одной области, целая группа народов, которые хани, хуни, эйни, жайни и так далее. Вот в этой книге вы найдете на 6-7 страниц, мы не поленились, 6-7 страниц, где посередине идет черная полоса, ан-ун, 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 ин-ан-ун. Спереди буквы другие. У всех народов само название, кроме тех, кто взял на себя экономический титул или административный титул. Вот татарю взяли административный титул татар, потому что это действительно было свят татар, самые способные в любых условиях выжить, выйти из любой ситуации, любого защитить. Вот это, и поэтому этот персидский историк писал, что все люди, видя славу татар, в многих случаях татары и во время битвы в решающих случаях выходили вперед, оказывая, как надо не бояться. Ну, вообще страха не знали, из них выбивали страх. Каждый знал, что он под двум ходит, смерть принимали как естественную продовывание дальнейшей жизни, и поэтому страх не боялись. И вот эти камы разделились. Ну, мы так примерно подсчитали, что это скорее всего было те, кто сбежали из Мисра. Кто-нибудь смотрел Юсуф из Улайкар? Многосерийно его упустили арабы. Вот там о Единобожье как раз речь идет как Мисер стал Единобожьим. Вот там показывают храм Омона, якобы это они молились Солнцу, но это не так было. Это просто вот это камское сословие, ну, кто-то там завелся, может быть, перестал верить в Бога. Может такое быть, да? А среди них боганы были, отсюда слово поганым. Вот русские нас называют погаными, но не в обиду будет сказано. Так так учили, да, мы ведь что, мы в целом мы опции. На западе так и называется пастор, это пастор, да. А у нас так пошли, и нас поставили, чтобы мы другу близки не подошли, а обижаться на них тоже, на кого-то трудно, даже на евреи обижаться трудно, потому что их жизнь намного хуже, наша, ну, пусть они богаты живут, но они живут намного беспокойнее, чем мы, жить и чувствовать, что тебя ненавидят другие люди, я думаю, кстати, мы специально борылись в интернете, смертность, изучили смертность. Меня подполковано это история Отто Вейнбергера, был такой австрийский еврей, молодой, 24-х лет, он защищал докторскую диссертацию на тему психологии женщин. Ну, согласитесь, тема интересная, реальная, потому что женщина половина наша, и, конечно, знать, что такое женщина, ну, как иначе, никогда не узнаем, но, тем не менее, старались узнать, тема актуальна была, и он взял эту тему, возможно, сумыслом взял, и он там вставил, он его в виде книги выпустил, он защищал на книге, есть такой способ защиты инстанции, когда он выскажет книгу и по ней защищаешь. Мне вот предлагал Шаймиев дважды по книге защитить докторскую, говорит, люди с двумя словами, которые раскрыли, защищают докторскую, а у тебя тут несколько тысяч, ты еще, говорит, спишь, я говорю, у меня вентябровая, работает, или года полтора готовиться к этой защите, бумаги заполнять, переписку вести, сюда ехать, туда-сюда, я говорю, у меня жизнь, неизвестно, сегодня есть, я говорю, я хочу служить своему народу, вообще человечеству, что войны прекратились, все, проблем нету, что ли? И вот, и мы решили, ну, это я, сын, молодой, он еще, ну, а мой ассистент, больше всего он технарь, ассистент, учится, он больше мои задания выполнял, и вникал в это дело, молодой, и вот мы, когда, про Отто Вейнберга, как-то наткнулись, узнали, что он 24 года, вот это, написал, блестяще защитился, ну, я знаю, как евреев дома воспитывают, у меня был друг, в Попшите жили, ну, я холостой был, соседи жили, ну, жили дружно, ну, мне, что-то, вот, его глаза до сих пор помнятся, какие-то, это, ну, неспокойные, такие, ну, чем-то опечаленные, как будто бы глаза, вот, я потом понял, почему он такой печальный, а, я прочитал, а, прочитали мы и про этого, от Вейнберга, вернее, я прочитал, там написано, что он защитил диссертацию, издал книгу большим тиражом, а потом пулю в себе в лоб, надо же, а человек подавал, такие, это, ну, 24 года, докторскую защиту, ну, дома их защитили, а, я про детей говорю, у них дочка была, на сколько этой дочке, это, сочувствовали, у него никогда не было свободного времени, и постоянно его порукали, и заставили, постоянно заставляли, то, этим заниматься, то, этим заниматься, это метод воспитания, да, метод воспитания, ну, может быть, этим и жестокость немножко воспитывается, я так думаю, ну, конечно, знания, действительно, евреи, знания не отличаются, да, но все-таки человеку оставлять нужное человеческое под этим ребенком когда меня посетила очень он сам себе уничтожил врачу там не он написал кто такие евреи вот прямо в центре этой книги вставил эту ну кто считать будет когда здесь за счет будет диссертацию и можем он по его расскажу листать никто не будет написал еврейка психологический раздел небольшой я прочитал этот раздел переводе конечно да ты ужасно раскрывает суть евреи но некоторые причины этого явления почему я про себя подумал это наверное человек который хотел спасти человечество чтобы еврейство со временем не не пришел к моменту когда он но как-то ставить перед фронтом боев у нас они называют войны и когда-никогда развязка может произойти плохо будет я думаю это крик души и чтобы спасти и свой народ и человечество чтобы спокойно жила потому что две войны мировые войны они изготовили это известно вот угла царина прочитаете узнаете и вот после этого мы пошли искать а как такие случаи бывают еще среди евреев или дня мы пахнули второе место в мире а ведь беднейшие страны живут где безвыходность или безысходность до вложен занимают молодцы молодые люди мужчины второе место вы можете в интернете и причем по понедельникам почему почему-то по понедельникам но после паразит может быть там и не заключается ведь есть такие у них ритуал когда они напиваются да вот это она же накапливается в человека вечно в напряжении жить что это психологический момент да они что же люди это не было и воспитали такими и вот некоторые не выдерживают видимо вот этого состояния что они взвешены вот поэтому среди евреев вот есть такие люди и сама патент я бы поставил я там в книге пишу вот этому человеку я поставил самый высокий памятник в мире это было значит они все все внутри своё убедение рождает здорово ну вот потихонечку нам не верят в обновлении именно на армии и в мире а вот белая орда первого отпадает потом сибирская сторона вы знаете разные виды здесь не стоят христианство католического толка православие как входит как буддизм входит как ислам к сожалению сыграл роль развалины огромные державы но посетки очередь но тем не менее довольно большую роль сыграла это из-за того что узбек был женат на гречанке в кавычках и он сам половую кровка по матери и в итоге он практически не управлял страной заменил всю администрацию порядок престола наследие изменил и тут же все советники присевшие к ханам чингизам при присевшие ты тоже имеешь право по новому закону быть ханом почему не ты второму тоже шепчут почему не ты почему не ты и почему не ты особенно христианам которые сараи имели епархию имели грамоты охранные мусульман столько не охраняли сколько русских если кто-то против русского православия слова скажет он сразу на месте будет убьет именно в это время строится монастыри русские еще не знали чем это вернется вот сегодняшнее наше положение это есть последствия того что мы тогда чаще наши братьев клюнули на это а фактически потом это все равно назвали ну говорили что мы против католичества и так а фактически до 1946 года после никого крестьянская церковь стала называться греко-католическая только в 46 году сталин велел переобразовать его русская православность а алексей 2 который очень долгое время правил мы не знаем кирилл то из-за чего основа желая битва битва белая орда командовалась мамой а остальная сторона еще кто был генуэс и которых крыло за литовцы и которые уже стали это от палатина то слово палатина это есть область папская область от него по убрали латына литвания его либо а потом она превращается в ручку вот здесь сейчас вот в этой точке сейчас обратите внимание это польша в польши увеличить полосы жарова лечиться перед и спадет вот а ведь опросе аргуре древнюю ручь а древнюю ручку не в какой карте не нашли вот руси дальше двигаемся кирбиде полотнику за штатус в руси вот руси полотина это в польше смотрите это подолье вас точнее вот руси моего увеличили полотина дома просите что такое полотина вы узнаете что всего лишь эта область императора ватиканского императора если ослушаешься идешь к носу то есть стоять на коленях а вот здесь карта как входит по типочку вот отсюда эти отношения становятся в руси здесь запретаются водский векский язык и дежурский язык эти языки сегодня постей счастье зачем моя книга наша книга просто из-за того что мы в некоторых местах вставали роман германские языки мы не могли связать обрывается слова идут идут как изменяется потом к следующему слову перехода нет мы стали искать исчезнувшие языки и нашли что векские и водские которые практически исчезли и жесткий язык они вот именно в этом мы поняли что из этих слов надо искать в мост их вставляем все дальше у нас до билетского до до английского языка быть открыт и видно как смотрим как поклоняющиеся кипсакскому ангелу счастья а русу русы воины белой орды превращаются в русы рядом урочище и вставка меска у слав янский далее как руси и пруссии ползком захватывает часть пояса восточноевропейской московии руси я руси я ведь отсюда скереди по латинат убрали латинат остался а вот смотрите московье тартару такую карту в истории нашей отечественной видели есть его можно найти в интернете но это уже время когда сильно татария стала разбредаться потому что везде появились ханки у которых товарищи советники и лучше говорили ты можешь быть ханом ну не везде вот здесь будешь командовать отдельным лучше быть головой у мухи мухи чем хвостом у слона московье татары вы нашли 2 хана который называется московские татары московский татарин хан какой-то 16 вот я говорила чтобы внизу расставлял вот это как ну торопились сюда мышь еще пишем в то же время но какого века так еще интересно со временем иногда путаницы есть книги которые выпущены позже но написаны как будто вами раньше поэтому мы иногда во временные рамки на пропалу и не лезем пока не уточним пока не потрогаем что это связано с несколькими перекрестками не проверим что все это сходится поэтому посмотрите москва где европа до москвы не нашла то есть европа это не часть света это нечто какое-то евро завоевывает ватиканская сила но почему-то евро называется она потихонечку сюда двигается она еще доброго далеко а смотрите руси еще к москве не спустилась она потихонечку спускается не смогли открыть слишком громоздкий у меня оказался этот а мы по порядку установили было как все это потихонечку потихонечку ползет но здесь вот некоторые порядок нарушен да это черновой вариантах идем дальше ну татаре вот видите да руси я была москве мы быстро нашли конечно руси я что такое мы видели где она зародилась больше мы видели мы знаем теперь что такое московье это армия почему московье называлась потому что страна управлялась в этих московьях хан великий хан пища будет уйти палаханская дорога отрезка которых до сих пор сохранились недалеко от нас есть на будущего там раскопки сделать который посидцов лет могли служить и но брахме не в одном словаре и вот буквально перед приездом я решил старо-французский словар заглянуть потому что папская резиденция сначала было не в италии а во франции франк франк от слова я ранга я ранга я ранга это прислуживающий усердно прислуживающий перед каким-то высоким щенам перед богатым человек я уже говорил что вот здесь тысячи примеров когда и короткий йод превращается то есть это это название дали оставшиеся тюрки тем кто но католическую веру крик принял мы искали искали потом по старым словарям решили пройти или отыскали старо-французские слова и нашли что это белая была прямо прыгнул что белая а мы говорили что это белая где сейчас белоруссия белорусская пущих белосток белополье белозерия нашли более 50 этих больше нигде такой концентрации стола бел и акт нету там три белгорода только а белорусская пущу который сколько были месяц а белоруссия руси наконец соединились все три названия едем дальше смотрите европа опять куда длинулись московье какая азиатская красная линия там и подчеркнули чтобы вам не погнали а здесь московье европейская лужа было опасное слово белая арта могут вспомнить и запомнить поэтому блокно уже выпускается московье европейская но вот тут считается зачем лишний звук московье на той линии где сидит москва московье это московье места скопления армии нового русского на эти территории литвы и части польши захватывается часть белоруссии а дальше вот тут идет вот дом да вот он вот волга вот он вот с этой стороны волги идет эти куда чуть-чуть на эту сторону от россии а вели от москвы азия начинается значит азия имеет такое другая женщина европа другой женщины поехали дальше а чек кассия щиру что такое щиру это койска щиру кассия хочу эти те кто уже сбежали с армии потому что армия распадается центральное государство пропало крылья на пункты интенантского обеспечения никто ими не командует все это разрушилась ямские службы перестали работать армии что делать она начинает разбираться чтобы сохранить свою жизнь и вот появляется да и вот черкассы черкасса их путают постоянно то казаки пишут то черкассы никакого противоречия тут конкретнее пишут череда пашка разбежал из армии а там просто паша бежать бежать сбежавший но чертас получается ростовской тоже оттуда получит да там было татарские власть его были то есть да я еще раз генеть у вас не по порядку здесь так как карты расположены то что успели она не открывается вот тут тоже смотрите еще написано опять таки по руси и до платно руси а здесь смотрят московик а москович должно быть вот здесь он почему-то в сибири и вот как европа куда вошла она за урал зашла таких карт не было немало европа частью заходит за какой-то европа захватывала или подчиняла себя это часть дальше двигаемся молодышей но вы сами это думаете значение меня но я только говорю я догадки не говорю мы копаем дальше и мы найдем конкретно как это а вот смотрите это одна карта он будет то одно место увеличиваться то другое место вот сейчас моего в большом виде смотрим ветер руси белая руси а беларуси где у нас вот она беларуси а вот где начиналось белая из кашаков из тех кто христианство принял и отказались служить централизованному ханство вот они здесь на севере белую белую руси беларуси создали убежавший тюрк а вы еще узнаете где казаки казаки не не только на юге казаки везде татарстане сегодня только в одном районе где я часто бываешь 4 деревни казахла сибири московье как где и должно быть московье на поиске на линии где московье нас вот эти московки возле москвы несколько москвы московок и татаршина и москва и москвы когда я считал этого папа римского геребиску герберштейна вот там пишет государству как-то жизнь не сошел кондора обдора и так далее нету их нигде а в этих старых картах вот они уже давно это место заняли и это были владение уже папы римского обдоров сибири лукаворе в сибири а мы их ищем а там а по римске пишет мы владеем этими землями дамы внедрили туда через историанство через священный угорский язык об этом угорском языке священным молчат мы всего в двух источниках дальше идем вот картура она уже была московья теперь уже четко разделенные на два москвы мы считаем русиан руси москови москови т.к. видит тар тари я москвите тар резан вот следующий карта московия европейская видит да вот здесь все таки москва есть вот здесь ведь это москва видимость это как-то охватывает до тихо океан да дальше держим вот сервисе карта московия европей я окончании меняется тот швед писал то француз писал поэтому тартария московита гранда всех нас населяющих что завоевал через скан это все нас все это мы и шингисхан всех на все принадлежит все на просто вот где-то гордыню и сказать а вы смотрите ну вот русия только это осталось балахна мы уже знаем на старо-французском языке я знаю что английский читаешь так говоришь совсем по-другому а вот смотрите колонн и это вот чем-то этого узбеканин за это надо повесить за место потому что он вводил ислам каленым железом он столько уничтожил своих верных воинов они говорили ну какое твое дело мы ислам и христианство примем а сам защищал христианство еще женился на гречанке я как мы знаем и те кто отказались принять вынуждены были бежать от него меча армия откололась огромный вот эта территория всего казахстана и всей средней азии ушло представьте какой какая какая потери для армии белая армия уже ушла белая орда а знаете что у белой армии какой был символ белая лидия вот видя московина дома татарского океана как во многих картах вот это я доведу океан назывался татарский океан вы можете открыть поискать найдете что это татарский океан больше выжимать не будем а видят татарей церковь почему потому что вот это уже перестал вот это русская что ли мы там назвали его это очень простая русская история она очень просто вот это святослав ну начинается с этих времен но известная от нестора от нестарьянца который сидел сидел до недели в кенегисберге кенегис вам чуть не напоминает кенегис кстати недалеко от этого в польской есть в польской области местность широкая местность который называется чем кастом и священное место а вы знаете что иван грозный ченгишев сын иван васильевич ченгишев сын в двух местах откройте в москве вышла такая переписка наугайской орды с московским государством по матери иван васильевич ченгишев сын вот противоречие как и тогда васильевич должен быть сыном василия нам так и пишут ащи-лижу сын а именно так дело в том кто до узбека когда он рубил камов наших багаров баганы это те кто то выше камов которые постигли самых высоких знаний в камстве да папа ганы вот это этого у камов были обилий на ищ ведь очень только они имели право носить клановое имя печь очень да ищ ось и так далее вот я не привез на как раз в порядках вы белорусу да вот они успели кто отсюда успелись сбежать они осили там подсеклись он признался что он потом 7 татарин а в польше белоруссии много татар с которыми я в казани встречаюсь у которых наличь кончается и много русских у которых тоже ищет и умного у евреев и потому что они из той же кест камского сословия белоруссии много да это вот те кто из них истребляли это в первую очередь камов камов священников священников кам это священник вот компанелла слышали что такое компанелла тумас кампанелла знаете что такое камелавка одежда у священников православных священников камелавка одежда и их награда которые сердце закрывает тоже камелавка называется асокам пай камбар большой большой камбар то есть далеко не ушел никто мы в одной истории мы узнаем нас вот и груди всего так до конца не друг другу не шубы 2 2 2 2 времени вот шкала нижней части истории под шкала 2 части вот когда заканчивается вот эта шкала видите 1200 это как раз перед началом похода чингисхана и вот начинается дмитрий танцкой какого изгнание остатков чингисхана между ними видите вот поэтому здесь девица три года а здесь вот вот это черта для верхнего а для этого нижняя часть нет верхней не видно верхней верхней шкалы не видны а вот ошибку прошло вот здесь должна была дверная шкала думает счет почему так не сходится ну ладно вы видели на сколько вы знаете ближе к нам да все это самое древнее время и вот смотрите отдельные такие вопиющие факты какие были они обозначены одним видом ослепление ослепление василия василия а это между ними стоит вот это нижняя часть заканчивается потом через 100 лет вот здесь начинается вот эта часть просто графический вид мы это мы привели тут интересно грозный который 53 года уродины такой и тогда решила не верится что он столько лет у него была возможность передать и должен был по закону передать почему же его не отравить а его отравили щетки но и которая считает иван грозным от которого ни одного вот просто нет ни одной бумаги не осталось где было в руку приложил я в мир подкнуть и руку приложил пишет там достается этот не проложил а мы каким образом это догадались когда писали вот эту историю но вы думать новую историю это знаете я историю это почти невозможно правдоподобно чтобы она была связана с какими-то другими событиями тогда просто взяли вот этот последний период истории взяли его переписали вот это может быть да переписали но через сто лет если поставить кто думал что появятся такие дураки и поставят друг над другом и сравнят двигаемся дальше а вот они когда это сделали они еще не догадались нужно сделать 1 иван грозного мы знаем зачем они 1 ивана грозного но мы сюда не стали вписывать просто это очень большая история большой период да мы в следующей книге напишем почему пришлось объединить несколько нескольких царей князей в одну ивана грозного собрать они вот это срисовали на прошлое или думали а разобрали родословно грозного так называемого кто после кого был должен был и должен был стать царем но почему-то места вы сравниваем с этим бак а рука один к одному действительно они были царе они его действительно спроектировали а потом переделали вот это место в единого царя но успели вас сюда спроектировать проектировали и нашли всех его потоков которые должны в этом время дальше идем но вы знаете на это посетила него грозного отравил и английские врачи на своем не доверял но и английская разведка с работа ну она все под ватикан было все европа там он и пишет император всей европы этот папа римский какой-то вот я говорю 100 лет вот это наверху не показаны вот так грозным битя время вот эта шкала выпала мой товарищ немножко не добра совесть на это где сделал не это вот который рисовал а вернее это вырезала не сюда вставлял вот смотрите а вот это 9 доставка я вам показал на который мы наверху между ними сто лет расстояние было и вот мы идти в туалет расстояние также привели более жирным образом чтобы было видно что это новое мы сделали точно также потерь такую же схему сделали по именам что происходило у русских княжества поставок и что происходило среди в татарском мире разделе уже московье да вот мы по временам вот это столетия ровно 100 лет на крыльях причины делать покуда день так то мыши дмитрий донской и так там что пишется там скороговорка что так там уж был верным союзником дмитрий донского ну с одной стороны какой стати по но с другой стороны они в одно время жили и и географии если посмотреть через сито так скажем одно этап нас это поразило но одевать его некуда он в это время жил нам пришлось его на свое время только на дмитрий донским нарисовать больше не куда но пришлось наверх не из-за того что мы его хотели унизить а из-за того что у нас вот это нижний мы вот это уберем у нас у теряется нам пришлось вот эту сторону поднять мы вот эти 50 вот это было вот здесь мы середины нашли где шоу отрезали и чтобы сравнить можно было немножко сюда вывели а так фактически вот это было вот здесь но тогда нам пришлось бы убрать вот это было исчезло да мы не могли не смотрим вы можете сами видеть что одинаковые длины ханстов и мы можем смело сказать хан тахта на мы же знаем что мы имеем дело с поддельной частью здесь вообще ничего нельзя верить вот в этой схеме вообще ничего нельзя да остается верить вот может быть вот этой части путин отвечает на вопрос журналистки который говорит надо куликовскую битву день куликовской битвы сделать всенародным праздником а путин уже знает он уже из поменка говорил мы следующем году празднуем 625-летие победы куликовской битве надеюсь не будет идти речь на встрече о льготах для участников куликовской битвы но но некоторые вещи связанные вот с такими событиями мы конечно мы конечно можем и должны должны очень внимательно отнестись посмотреть посмотреть на реалии которые происходили тогда таким образом чтобы это помогало нам в развитии сегодня и завтра вот там очень интересные наблюдения есть по поводу того кто с какой стороны воевал и да да там любопытно там и с одной и с другой стороны были русские полки и с одной и с другой стороны была татарская конница которая русскими использовалась как главные ударные силы это любопытные страницы нашей истории которые сегодня мы можем на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков кстати мы пользовались трудами фоменко когда вот это делали многие факты нам не приходилось искать просто нужно было у него сконцентрированные вещи где перепроверить местами там где некоторые ученые сомнения выражают анти фоменко выше потому что боятся его его гуляться нас и даже историки но мы с русским историками вот смотрите ширина вот этого 70 с лишним метров высота это от 6 до 8 метров земляной балл там видно что местами местами камни были это где а вот где вот это каспийское море вот это волга и дай вот кама а вот перен вот смотрите это теперь есть и сайт зайдите особенно русским друзьям хорошо зайдите русские мы там есть статья если не ошибаюсь посетить не рубеж обороны велики портали они тоже вышли например на наши и желудок что наша страна оккупирована с запада романовым без народными промахами и мы превратились в богатейшей земле а в крепостных христиан которых продавали убивали обменивали собак борзых могли убить они продались фамилия роман это мы говорим да нам учебники ввели слово рим а вся весь мир говорит рома это они люди рома ватикана да и вот вы в истории читали что вот здесь было противостояние и было строительство а вот в какую сторону смотри это татары московиты строили против татар русских московитов русских до петра первого между прочим эта страна так и называлась московия видите какой длины сколько нужно было средств чтобы это построить а вот кто-то и сказал в сибири кто сегодня или вчера говорил что восьмиконечные эти самые вот такой же высоты с балами восьмиконечные вот посчитайте сколько лучей у сегодняшнего православного креста 8 у меня мама носила потомственные эти самые где полумесяц с восьмиконечной звездой вы посмотрите церкви которые раньше строились у них у всех очень красиво нарисовано внизу полмесяц а наверху восьмиконечная звезда но изуродованная ивана не помнишь и родства додумались сделать такой крест того у него 8 концов сохранить крестного восьмиконечный посчитайте так то длинный тот косой мы и считаем 8 концов в истории ничего не пишется это уже говорит о том что у нас дурят историки вот одна из первых карт которые были изготовлены в руси остальные карты исчезли беседно ну как это государство русское государство такое древняя русь и нет никаких как ясно что я лично вот смотрите московье на карте 1717 но руси уже сюда романовы уже сюда вошли захватили эти земли а вы видите вот здесь написано как запомните запомните вот это место параллель это как раз чуть-чуть дальше от янищая вот янищая это калка это как раз сердце монголии все же получается не вроде в европе а в сибири было добиться не не просто отменяем как слова калка встречается в нескольких если но это мы далеко где поэтому остановимся только на этой калке до накалки произошла кого битва есть такое она в двух местах встречается в истории шанс и калка имеет значение укрепленный городок смотрите как это место я сегодня я учился казанском государственном университете но советское время там учились и монголы и афганцы ну кто только там не учился интернационализм своей социалистической системы ну там вот я с двумя познакомился вот иногда с ними поговорим на тему там истории у вас там монголи только я как начну они да что ты меня монголом называешь вообще нет народа монгол я не знаю я удивлялся но они это это буква у нас отсутствует и никак не х вот здесь невозможно буквами написать попробуйте связь написать вот теперь этого это вот буква фонема которая и и не хайника где лежит когда где пишут халка смотри мне говорили халк я не слышал халк а может это слово халк халк народ отсюда и конечно я вам говорил умный до бурятском на многих языках китайцев это называется человек он никогда сюда не приходили во во главе садилы все это выдумки это отброшенные на прошлое выдумки чтобы показать что люди которые здесь вот они все пришли их надо изгнать не зря жирновский говорит что татаре башкир надо загнать в монголии татарский соли и все сапогами мыть на турецкий знаю чашу он так говорит провода связь это провода вообще не забываешь этого и пиши 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 теперь смотрим вторую карту которая в россии нарисовали наконец это 1737 год немножко время прошло да уже в нашу страну вникла вошло слово его еще татар монгольское слово нету его не на страну и уже вошло в этот учебники пошагово со ссылками на источники показывается как это слово иго появилась она появилась в той же польше и она потихонечку как к нам вошло и как в ущербнике потому что там все подробно написано вы можете по ссылкам пройтись и про перепроверить смотрите смотрите это уже охватывает пол сибири ну вот смотрите казахстан да весь вся средняя азия добить до середины до до кряга там где московия качается то есть вся армия стала больной то есть никому не подчиненный а на английском вообще по-другому звучит не не на английском интер при данте это словом мы лишь не нашли но попробовали идентифицировать это слово здорово на других языках близкой фонетические слова это означается от отставшие то есть от кого государство отколовшиеся это те же касаки на языке сибирских татар без лес называется косак и казаков они назвали касак мы нашли в америке слова казаков когда их тоже репрессировали знаете казаки тоже репрессировали и вот они говорили на тюркском языке дома на татарском языке много об этом шорохову чуть не посадили за то что в его в этих самых очень много было так фамилии типа майданников майдан татарское слово и так далее все государство а смотрите где россия еще и не пришло на свое место потому что это место еще называлось московье руси пока калашивается там наверху хотя уже время на север за 18 но здесь уже а внедрение из романов уже наводит свои порядки и вы найдете что этих самых русских часто называли казаками почему потому что первыми белую орду раздраблили да и поэтому первые беглецы были на поговорили уже на ломаном русском языке поэтому вот в интернете поройтесь в академ книгу зайдите почему как назвали и вы узнаете что отождествляли их что русский это место где ну роман уже здесь руси уделей сибирь завоевали татар в разные имена написали вы знаете есть хакасы довольно многочисленного шорцы шорцы называют себя знаете кем мы были кузнецами ханскими кузнецами я встречался с ними не с некоторыми живьем в юг кемерской области а юг кемерской области да вот именно там очень много железных уныти причем превосходящий и они когда уже роман вы там орудовали царь несколько указов запретить этим татаром кащинским этим татаром хакасским и так далее запретить вырабатывать железо и продавать другим они попросили смогут железом будем платить вам налог мы больше ничего не увидел нет это нам дорого обойдется потому что вести оттуда железо надо мы можем здесь и эти народы потихонечку потихонечку превратились в нищих и вот в этом месте вот где у нас сейчас щенозе видим щенозе тартария все еще щенозе тартария тартария отступила щену китай мы еще здесь монголию не видим но уже россия всю сибирь завоевал и вот эту карту мы увеличили на том месте где калха вот знакомый нам калха калхус уже но рисовали уже западные у нас историю висяли кто за всех номера из лодка а в щенозе татария я вам там когда крупно было китай все еще называлось татария только щенозе это из-за чего я в том что большинство усиливших вторглись но потому что там часть населения все-таки монголоидная часть населения небольшая часть населения который ближе к казахам и киргизам а шорцы хакасы которые а вот за ней тадары сайт тадары в дарте там два сайта видят одни шорца а ты хакасов али себя называет а сбросить их вы кто татар киши потай понимает человек татарин русский человек они все еще помнят что не потолки мы теперь уже мы видим карту где начинает появляется здесь есть гора во внутренней монголии есть внутренней монголии который китай находится это территория называется монголия почему там есть гора мергушон мергушон на древнем тюркском языке означает серебро и люди называли себя людьми серебряной династии люди серебряной династии есть гора которую вот вас кутами находились не ровно а поскольку это все было татарии отсюда вы доставлялось большинство большинство серебра для изготовления денег вы знаете что в великой татарии в основном ходили в ходу были деньги серебряная серебряная вот теперь вот появляется монголус опять-таки не по-русски и не по-татарски а по-европейски я был конечно и вот татарис монголус уже появляется монгольский наконец вот жаль год как он ну вы видите татария русская татария русская татария русская интересно да татария русская а здесь чего же татария откуда-то появляется наконец бой за горы мангольский а тут татарские другие могла здесь могла смогу могла а вы знаете что было государство великих могу могу а теперь смотрим русская империя лету это уже несколько позднего времени не вырезали вот чинозе империя и там чинозе татары уже чуть-чуть меньше написано меняется местами чтобы потихоньку татар затереть уже чинозе империя но не чинозе татарик но мы все равно здесь еще кавказ это приказе только еще одна карта вот кавказ вообще вот здесь был то есть кавказ это тоже мечта такой который переходит с места на место а был хан кавказ но это длинная история я сейчас боюсь что мы вообще не выйдет вот вот здесь уже теплее тем кто нас разделил хотя чинозе империи да вот мы видим уже манголию внезапно крупную манголию не могла лишь в монголии а здесь манчжжурии мансуры командовали первой ордой бейджинской ордой командовали мансуры но мы этимологии этого слова почти открыли но поскольку до конца не дошли не перепрыгнули не скажем но там командиры назывались мансурами манголами а нам его отнимать изменили манчжури чтобы не докопались а мы там довольно хорошую информацию даем в конце об этой орде забытый орде у нас в истории русской что его получит хотя на машине в основе свои дальний восток не зря вот тут вы не запускается потому что россия это продолжение золотой орды так на великой татаре поэтому они эти земли манчжури бегай орды но пики не смогли конечно забрать потому что она уже столицы они чуть выше пекина все-таки оттягали и сказали это наша татарская вот теперь какая империя была у монгол и посмотрите какой год 1861 наконец появляется первая карта в мире о монгольской империи как они вспомнили через сколько сессор тыс 700 лет как они вспомнили эту монгольскую империю по каким картам в европе нет мы обыскались мы немецких друзей подключили у вас должно быть сохранилось они с французами связались они с испанцами связались они попробовали через ватикан что-то нет никакой другой карты раньше вот этого а монгольский империй искусственно образовано а до этого мы сюда просто не можете вот не пошла вот так флешка на сижу тяжелая там мы приводим массу еще как в которых одна татаре а монголии не пахнет там то есть листами вот как нас дурят александр мусс есть такой историй до александр мусс бойц если человек ну по крайней мере они русофоб и пишет бонголь татарская игорь это искусственная идеологическая стена предназначенными из-за того чтобы все они влиялись на русские руси списать на татар и поддержание этой стены хорошем состоянии является главной задачей политиков этого не было у путина главной задачи родная деревня путина тургу нова тверской и вы найдете что мать путина могла быть татаркой потому что такая фамилия родная деревня путина тургу нова в тверской области в аргументах и фактах писали что вы в обращении истории вел карамзин татаро-монголское игорь в аргументах игорь нет карамзин был просто передачным звеном который его распространил он по заказу считал что сказали твоей геологией он татаре между прочим потомцами а вы посмотрите рыбаков поинтересуйтесь его биографии у него тоже неизвестно мать кто была вот смотрите сенхайской революции делать это уже теперь тысячи после сотом году в середине 800 года выдуманную историю каким-то образом надо же оправдать что в великой монголии было на самом деле его делать революцию делали всегда кто иллюминанты штаб революции конечно они аккуратно вырезают место где жили калха айроты найманы которые примерно одинаково и это место превратили а монголию но тем не менее если вы откроете справочник народов мира вот такая толстая к ней ленте по педиска 1986 года выпуска по сиарта не выпускал там написан вот монголия вырезанная аккуратно на месте халха которые 80 процентов согласно справочника во время стр много не врали так они там пишут что 80 процентов монгол сама название халха остальные 20 процентов приходится на казахи собственно народ который называет себя монгол там нет придуманы это придумали домами нас а мы поискали монгол обижать мы не стали мы решили все-таки поискать но кто-то спросит а монгола может были мы таким же методом с таким же стороне даже больше стороне мы искали монгол напорим монгол хоть какой-то пусть речушки это будет пусть город пусть деревню пусть это будет уроки что пусть это лесок это балка или что-то ни одну потом мне срок кричит атипатом брюне а потом а как это это ну-ка ну-ка отбегаю к нему это в книге подняет пишу напишу монгол это горит населённых ну как мангол потом почему-то переименована 60-х годах в монгол переименован я говорю ну ка ну ка смотрю там живет народ ульчи это 8 малосисимый народ ульчи это остатки мальчужуров у мальчужуров язык ближе к нам чем к китайскому и что какого то есть такой мангол нет так же как на руси нет ни одного топонима русь четыре штуки есть а в польше а где руси зародилась одна всех словаки есть рус называется и руссо русалон в грекции и старая руссо а теперь еще раз проследим как на счастье белой орды появилась а руссо от названия ангела счастья у кипчаков искаженная от главного ангела танго юрсу превратившись в русию и захватывает дальше московскую линию средней европы как потом произошло после революции вот это казахстанская земля считать можете не киргизстан у меня есть протокол я его привожу здесь фотографию там напишется мэй это 17-й год сразу после революции семнадцатого года когда еще ни один народ путем не проснулся этот дороги быстренько а это остатки помните отошедшие калмаки оставшиеся отпавшие они говорят пока анархия петербургская до нас не нашла мы единый народ киргизский создаем собственную республику от края на края вот это все называлось киргизская это уже вторичная карта вот в той карте мы ставили полную карту киргизии это до двадцать шестого года так продолжалось а потом его переименовали в казахскую а киргизии киргизов отпустили вот сюда и киргизская сцена у нас первая аэссэсэ была потому что я берусь виду о том как делались народы элементарно а эти границы сколько разменялись ну вот пару как мы по-моему сюда вставили папы десяток отказали еще вперед чуть-чуть молодой человек туркестан тоже появляется редко мы нашли что-то защищает туркестан почему вдруг появится но это долго будет дальше пойдем вот это раскрашенная чуть-чуть измененная уже карта вот алмада здесь киргизия казахстан но алмада столица была казахстана она оказалась киргизии потом исправили а столица была в оренбурге этого это киргизская а потом казахская вот здесь кавказ кавказ а кавказ вот он не это пред кавказе каждого хотите вот здесь вот в то ли она была кавказ находится вот здесь следовательно кавказ это не гора кавказ был мы нашли трудах крема нас или он ахане кавказе который вот на территории где гагаузе тогда я думаю гагауз это тоже от того же кавказа от хан кавказ и потом это место назвали кавказом а вы смотрите турки тут не армении не грузии никого нету их потом сделали для того чтобы от турции отделить по заданию запада но не отошли к россии чтобы отделить тюркский мир на два посредством других народов через мясо других народов через грузию а потом продлили армению армении знают что это народ разделит который выдуманный совсем недавно и от этого они и злые что это не совсем их изготавливали в украине изготавливали персии изготавливали в турции и так далее потом геноцид придумали а там был такой сигарет если уже они свои архивы не показывают турция вынесла показала сколько армян переселились сюда убыло им говорят что это было уничтожение а в это же время здесь прибавилось столько же армян на кавказе сегодня россия не признает геноцид армян потому что они знают что существуют документы которые рано или поздно ведется и армянам признать что вы как в московье даром спасибо за поддержку спасибо за понимание счастье это когда те понимают ну рахмат аханде большое спасибо за такой объемный труд который в общем то заслуживает нескольких лекций наверное это не одна лекция здесь только такое содержание просто волосы было очень интересно на самом деле я если бы вы еще не отвлекались на современную политику наверное было бы еще лучше потому что столько в истории подводных камней зарыто вот а нормальный думающий человек он в общем то выводы делает правильно я так думаю нет китайская история полностью специфика а персия персия история персии полностью переврана вы знаете может быть вот домой придите ударьте шанс не курим вы узнаете и что там произошло в этой стране и узнаете как называлось слово фарисеи раньше вам выйдет слово пирушин отколовшийся этот язык называется язык дворцов язык дворцов официальное его название язык дворцов так еще вопрос есть у вас есть но может что-то хотите сказать заключение тоже а например допустим но если вы понимаете какой-то ну что теперь вот мы Продолжение следует...